денис приветствую тебя наша очередная встреча для четверга мы обсуждаем рынке технику фундаментальный фон друзья все делаем для вас чтобы было больше условий оснований аргументов причин факторов для принятия торговых решений рынке интересны волатильность тоже значительная кстати говоря у нас есть возможность сегодня обсудить ключевое событие возможно даже не только недели это данные по инфляции которые вышли во вторник неоднозначный эффект они оказали на рынок потому что до сих пор те кто следит за макроэкономической американской статистикой пытаются понять все таки больше сигналов и признаков того что инфляция снижается и эта тенденция сохранится либо последний отчет доказывать что индекс потребительских цен легко может даже в годовом выражении уйти снова на положительную территорию и это с прежней силой вернет на рынок разговоры которым некоторое время назад мы уже привыкли с которыми жили долгое время о том что ставку нужно повышать активно чтобы бороться инфляции и так далее и тому подобное по факту того где мы сейчас я предлагаю перейти к демонстрации экрана сегодня можем разобрать динамику рисковых инструментов но что у нас плане талоны евро давай он то можем посмотреть на золото как представитель другого сегмента финансовых активов и в принципе на этих активах и можно будет сосредоточиться так денис ты на связи о том да все понял так давай демонстрации я продолжу доносить точку зрения которую хотел внести ты только дай апдейт все ли видно признаки жизни все нормально все хорошо так график видно все отлично как раз сейчас индекс доллара я думаю что пару слов про него скажу что индекс американской валюты сейчас подает признаки жизни в некоторое время назад мы видели прям то что индекс доллара был в одном шаге от того чтобы протестировать поддержку 100 пунктов и потенциально оказаться ниже и в тот момент все заговорили о том что вот это неизбежный пробой этого уровня и дальше доллар будет только лишь слабеть я всегда призвал к тому что не нужно так настойчиво верить в развитие тренда тем более что фундаментальный фон он несколько противоречил тому чтобы доллар активно дальше продавали и это противоречие заключалось в том что американская валюта не может камнем лететь вниз без каких-либо коррекций тормозов тогда когда американский регулятор сохраняет приверженность тому курс монетарной политики который проводится уже не один год это жесткая монетарная политика которая предполагает повышение ключевой процентной ставки чтобы прям совсем далеко назад не отматывать просто снова сделаю ремарку на тот отчет который был во вторник данные по инфляции в годовом выражении снизились и основной индекс потребительских цен и базовой инфляции но это снижение было самыми минимальными темпами если проводить параллель с отчетами последних месяцев то есть можно сказать что замедление либо снижение темпов инфляции вот снижение темпов инфляции замедлилась звучит как тавтология но мне кажется сути понятно что индекс потребительских цен при текущей динамике спада когда в данном выражении мы видим коррекцию на 0,1 процента может легко перейти на позитивную территорию когда положительную территорию когда индекс потребительских цен окажется выше последующем месяце чем в предыдущем я считаю что основание для этого есть более чем потому что даже в месячном выражении отчет январьский показал что и базовая инфляция и основная скакнули сильно опираясь на значительный рост продовольственных потребительских товаров цен на товары длительного пользования на высокие зарплаты которые продолжают расти мы помним сильный отчет по нонфарм пэрлс который доказывает что крепкий рынок труда сейчас может быть и главная проблема вот сохранение инфляции на высоких значениях после выхода отчета по инфляции сейчас если оценивать вероятности повышения процентной ставки уже трейдеры рынок закладывается по то что ставку нужно будет поднять и в марте и в мае и в июне то есть еще соответственно совокупности на семьдесят пять базовых пунктов как минимум то есть до пяти с половиной процентов это контрастируется оценка которая была еще месяц назад до участники рынка закладывались только лишь под одно еще мартовское повышение процентной ставки и и доведение до максимального предельного уровня в пять процентов а сейчас этим предельным уровнем уже называется отметка 5 и 5 процентов я думаю что индекс доллара в этой связи сохранить восходящую динамику и в ближайшее время прорвется выше 105 пунктов теперь что касается рисковых инструментов европейская валюта против доллара котировки 1 0 7 0 9 текущие я допускаю что евро останется под давлением тем более что опять же только что обозначил идею потенциального роста курса американского доллара за последнюю неделю не было каких-то значимых релизов фундаментальных за которые можно было бы зацепиться плане такой фундаментальной макроэкономической поддержки для на евро и вот с точки зрения макроэкономических отчетов но разве что показатель ввп по моему тоже во вторник мы разбирали эти цифры но они в соответствии с прошлыми оценками квартальный прирост на целых 1 десятую процента годовой показатель 1 и 9 мне сейчас уже не импонирует тема о торговле европейской валютой на контрасте монетарных политика ецб и федрезерва только лишь потому что у нас новые сигналы того что американский регулятор будет тоже активно дальше повышать ключевую процентную ставку то есть на мой взгляд евро лишился такого конкурентного преимущества фундаментального за которые можно было бы зацепиться и отсюда у нас распродажи которые начались еще с отметки 1 10 текущие уровни это 1 0 7 я думаю что дальше будет пробой поддержки 1 0 6 и потенциальный уход еще ниже британская валюта даже интереснее с точки зрения фундамента на своих брифингах я тоже про это постоянно рассказываю что я бы даже больше с большим интересом сейчас фокусировался на торговле именно британцам котировки 1 20 46 полторный тест поддержки 1 20 был накануне минимум даже были пониже я сторонник того что фунт дальше будет снижаться потому что отношение британской валюты тотальный фундаментальный негатив даже последний вчерашний релиз по инфляции показал что инфляция в англии осталась на двухзначном уровне это самые высокие показатели среди всех развитых стран ну и конечно же банк англии будет вынужден бороться с высокой инфляции как это делают другие центральные банки повышать процентную ставку но для английской экономики дальнейшее повышение процентной ставки сопряжено с еще большим риском для экономики в целом потому что при повышении ставки еще больше просядет рынка недвижимости пойдет потребительская активность и в конечном счете мы и столкнемся так же как и вся общественность самое затяжное в рецессии для англии вот последний прогноз сити он как бы иллюстрирует от этого фундаментальную картину то что ввп просядет на полтора процента в этом году рецессия продлится до 2024 года кстати говоря их прогноз денис по паре фунт доллар это тест поддержки 1 10 вот так вот и причем это по моему на третий квартал они замахнулись этого года ну вполне реально учитывая что фунт показывает мощную волатильность и довольно трендовые движения в последнее время и стоит только еще раз как бы освежить тему с актуальным политическим кризисом вот эти экономические трудности вкупе с ростом доллара могут отправить фунт настолько глубоко и что касается золота текущей котировки 1842 здесь я предлагаю прям сделал золото продать если ближайшие там минуты будет тест 1850 как раз 1850 классная отметка чтобы золото за шортить на причинах потенциального укрепления доллара и еще я постоянно анализирую индекс рыночных настроений которые по-прежнему сигнализирует о том что толпа находится сейчас в покупках золота это уже тенденция сохраняется несколько дней мы видим то что золото действительно на этом фоне продают активно я думаю что в ближайшие торговой сессии золото может протестировать поддержку 1820 1800 и это рискованная сделка но мне кажется иногда нужно использовать эти возможности которые сейчас крайне хорошо еще объясняется и фундаментальным фоном так денис слово тебе хорошо включая показ значит могу сразу сказать что я со многими моментами согласен особенно вот то что касается продажи по рисковым активам да я поддерживаю сейчас как раз покажу чуть конкретнее сами диапазон от которых лучше работать значит начал бы вот пожалуй с индекса доллара дело в том что я считаю что да мы хорошо сейчас видим что индекс доллара подошел на одином графике достаточно сильному накоплению сопротивления то есть вот у нас данное накопление индекс четко подошел и сейчас здесь проторговаться в принципе чаще всего при таком раскладе особенно учитывая то что он уже пробивает полноценно еще не пробил но а есть предпосылки к тому что пробивает верхнюю границу торгового канала здесь канал именно в таком виде потому что нужна уже адаптация под изменение угла наклона то есть вверху вниз его чертить уже здесь смысла никакого нет а именно вот единственный который сейчас остается для сопротивления поэтому я думаю что могут даже протестировать его верхнюю границу еще раз то есть вот это вот внутреннее накопление которое вот здесь сделано где-то в район сто три сто три двадцать вот примерно в эти диапазоны вернуться и отсюда уже пойти на тест самый первый у нас зонка вращения самое такое значимое бы сказал на полпути сопротивление в районе уровня 105 30 находится это срединную линию взял тот диапазон который цена видела с обеих сторон то есть я считаю что это у нас наиболее вероятная самая ближайшая цель которая здесь в плане роста индекса будет не исключая движение выше здесь также есть уровень но опять-таки это уже 50 на 50 то есть пока далеко так не загадывает на ближайшую как минимум неделю я думаю нам вполне достаточно будет это увидеть понять тот рост который будет к этим границам мест на локально сейчас еще немного просят а теперь что касается стратегическом видео теперь что касается чуть более детальной ситуации значит по евро евро у нас по сути находится вот в диапазоне уже дважды тестировали верхнюю границу трижды тестировали нижнюю границу причем объемы тоже вот заливается постепенно и сверху и снизу что я предполагаю на данный момент на данный момент я думаю что будет опять-таки коррекция вверх не факт уже что дойдут до верхней границы вот у меня тут в этом плане уже есть сомнения возможно даже где-то вот на полпути там в районе 107 30 107 50 примерно здесь остановится и дальнейший приоритет все-таки по снижению будет вплоть до уровня 105 то есть я предполагаю что снижение может пройти до уровня 105 пока сейчас цена во флэч конечно нормальных ни зон ни паттернов кроме границ здесь нету то есть нижняя граница это у нас поддержка с помощью контрактного прошлого значения контрактного депока плюс опционы очень сильный уровень на 1.0665 вот и сейчас фактически то движение кто вверх но пока что больше подходит на коррекционно потому что как правило вот такие вот предыдущие области крупного сильного накопления их с первого раза на практически никогда не проходят и соответственно делают хорошие накопления поэтому новое поэтому я думаю что где-то вот так вот коррекция и домой ниже по опционам то же самое здесь внизу уже вливаются дополнительные объемы и плюс ко всему еще и заявки в стакане крупные лимитки тоже уже начали закидывать вот например 300 лотов в одной заявке по цене 105 71 вот это конечно не показатель но примерный ориентир по целям достаточно неплохо выступает что касается фунта по фунту я тоже придерживаюсь основного сценария с продажами я потому что у меня продажи половина точнее продаж осталось еще от 14 числа здесь как раз цена очень красиво тестировала область сопротивления это зона продавцов и также еще и 1 2 маржинальная зона сюда прям идеально все попадает и чуть выше у нас уже было более значимое накопление плюс локальный уровень сопротивления она очень красиво протестировала дала реакцию вниз при этом реакция вниз перекрыла предыдущий сегмент из прошлый сегмент был перекрыт замечательно мы все это видим кумулятивная дельта агрессивно растущая была сделана то есть признак того что вниз еще будет тобой сейчас тоже растет но уже не сильно то есть уже не прям такое большое значение основные объемы остались вверху все поэтому я предполагаю что вверх у нас будет коррекционное движение скорее всего где-то о 121 с копейкой может быть даже 2150 может быть и если туда смогут дойти и затем все равно основное приоритетное движение направлено вниз в область 118 118 с половиной здесь у нас и стратегический уровень поддержки если контрольная маржинальная зона сюда попадает плюс по опционам хороший уровень на 1 17 90 в общем целая куча такая фактора которые у нас показывают нижнюю очень сильную поддержку тому же дважды вот у нас есть две вершины то есть повторный был ретест предыдущего максимума а что собственно мешает нам сделать повторный ретест предыдущего ничего не мешает особенно ты уже сказал с позиции фундаментального анализа что в великобритании наступал наступает действительная рецессия которая может продлиться до конца года так далеко например до 1 10 я честно не загадывал но те уровни которые вполне реалистично я думаю вплоть до 1 15 до 1 10 у меня под большим сомнением а вот 1 15 ближайший там условно говоря ближайший квартал здесь вполне возможно действительно протестировать но мы пока далеко не будем загадывать на ближайшее время вижу только такой сценарий я не вижу честно перехая то есть я не понимаю что нужно бросить для того чтобы был серьезный перехать учитывая то что крупные объемы они были проталкивающие вниз вот они красиво тестировались вот здесь опорник тестировался вот хорошо видно его нижнюю границу вот у нас тоже торчит опорник его нижняя граница на уровне 1 21 17 то есть может до него до него как раз достану поэтому я показал к нему коррекцию и дальше все равно вниз поэтому на покупки об особо здесь не рассчитывал что касается золото по золоту я тоже поддерживаю сценарий с продолжением падения у меня был с понедельника еще для своих ребят закрытом канале то же самое составлял такой же анализ потому что я не видел здесь предпосылок для роста ну вот просто абсолютно никаких с учетом того что было сильнейшее накопление вверху уже его протолкнули вниз то есть было пробито здесь следовательно для поддержки реально сильной значимой поддержки нужно уже не по вот этим локальным уравням смотреть они как правило такие мелкие откаты показывают а примерно вот срединную часть то есть там где основные объемы заходили которые сделали реализацию дальнейшего роста который мы вот здесь вот увидели вот на полторы тысячи пунктов поэтому здесь точки зрения продаж конечно размазано все на постараюсь выделить основной диапазон будет примерно вот так выглядеть то есть его границы сейчас их обозначу 1800 если чуть-чуть округли 1853 и 1866 с половинкой поэтому я думаю что сюда цена откорректируется и потом в итоге пойдет вниз до бой в район 1810 почему именно этот уровень здесь все очень просто это стратегически значимый уровень здесь поддержки как раз попадает в срединную часть там где основные распиливания происходить потому что здесь уровней братьных будет много локальных поэтому я буду ориентироваться вот на более крупный как усредненный вариант более дальний то уже 1726 но я туда пока не загадываю как бы не факт что дойдут а вот к этому уровню вероятность достаточно большая и к тому же зоны опционных спредов и отдельные тоже вливания по опционам они очень близко находятся вот на 1817 ближайший ну дальше уже конечно следующий уже подальше будут уже на 1775 но хотя бы вот к этой области я думаю цена еще очень большой вероятностью упадет и тем более провести еще общую корреляцию с тем же индексом доллара с фунтом с евро то у нас примерно одна и та же картина здесь получается не вижу я пока что серьезных продаж по индексу баксов и следовательно роста какого-то кроме как коррекционного по остальным рисковым активом денис разделяют такую же точку зрения считаю что потенциал росту доллара еще сохраняется и пока он сохраняется но риску будет крайне тяжело чтобы что-либо ему противопоставить поэтому до конца этой недели и до следующего эфира скажем так я думаю что картина особо не изменится до конца этой недели никаких значимых отчетов у нас уже не будет поэтому ждем новые фундаментальные триггеры которые могут привести к изменению рыночных настроений и внести какие-то коррективы как раз как раз на этой неделе могут завершить коррекцию а со следующим уже пойти на добой чаще всего таки делают вот как раз это обсудим с тобой на следующем эфире если будут какие-то дополнительные водные друзья обязательно вам о них расскажем потому что стараемся держать руку на пульсе и не спасибо тебе за то что смог найти время подключиться обсудить рынки тебе тоже хорошего закрытия недели и хорошего и тоже тебе наши подписчикам отлично закрыть эту прекрасную неделю спасибо пока пока пока